Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как сэкономить 123 тысячи рублей просто на том, что вы где-то уложите меньше плитки и где-то уложите больше ламината. Давайте теперь поподробнее, откуда взялась эта стоимость. Возьмем стандартную планировку квартиры. Квартира из 70 квадратов. У нас с вами 10 квадратов занимает гардеробный санузел, туалет, ванна. 23 квадратных метра у нас занимает коридор с кухней и 37 квадратов комнаты. В комнаты плитку никто не укладывает, сюда туда укладывается ламинат, паркет, квартс, ванил, без разницы, любое напольное покрытие. А вот коридор и кухня всегда были спорными местами. Что же туда уложить? И именно на кухне и на коридоре, если мы с вами не уложим плитку, а уложим ламинат, мы сможем сэкономить аж 123 тысячи рублей. Каким образом это произойдет, я вам расскажу чуть позже. Итак, самое важное, что вы должны понимать. Гардеробный санузел, санузлы наши, там должна быть плитка по-любому, желательно с теплым полом. Это мокрая зона, ламинату там делать нечего, квартс, ванил бы я туда тоже не заводил. Самое идеальное и экономное для санузлов, самое практичное, то, что прослужит действительно десятки лет, это плитка. Никто с этим спорить не будет. Что касается коридора и кухни, то очень часто мы там делаем плитку. А если мы делаем плитку, это очень холодный материал, то под него надо уложить еще теплые полы. И минимум 5 квадратов уйдет в коридор, и минимум 10 уйдет на кухню. И вот только теплые полы под плитку вам будут стоить 40 тысяч рублей. Сейчас цены взлетят, может быть и 50 и 60, ведь теплые полы надо уложить, заплатить за сами греющие кабели, купить терморегуляторы, подвести электричество к этим терморегуляторам. Потом все эти работы, потом залить финишным равнителем этот теплый пол, потом сверху уложить плитку. И самое ужасное, что у вас произойдет, когда вы начнете в коридоре и на кухне укладывать плитку, у вас получится такая ситуация. Смотрите, у вас стяжка на одном уровне находится между коридором и комнатами. Теплый пол, плюс слой клея, плюс плитка, у вас пол поднимется на 20-22 миллиметра. А ламинат с подложкой всего 12-15. А если это кварц-винил, то у вас с подложкой максимум 8-9 миллиметров получается. И у вас может быть перепад около сантиметра между вашим коридором и вашими комнатами. И ставить какой-то Г-образный порожек абсолютно не хочется, потому что об него как раз таки, об сантиметровый порог, вы будете запинаться. И если эти две комнаты заливать на эти от 5 до 10 миллиметров, то вы потратите на заливку пола еще около 37 тысяч рублей. Итак, только тот факт, что вы укладываете в коридоре на кухне полы, заставит вас и полы укладывать, иначе вы реально с ума сойдете ходить по холодной плитке и заливать, чтобы не было порогов полы в комнатах. Итак, также не забываем, что укладка плитки, она гораздо дороже. И если вы в коридоре и на кухне не будете укладывать плитку, на работах вы сэкономите минимум полторы тысячи за квадрат, за качественные работы, это 34 500. Также не забываем, что одного уровня плитка и ламинат, они не одинаково стоят. Ламинат все-таки подешевле. Плитка в целом на 500 на 1000 рублей дороже за квадрат. Это еще 11 500. То есть материал и работы это уже 45 тысяч рублей. 46 тысяч рублей. Только по работам вам это станет дороже. Далее, как я говорю, добавляем теплые полы, потому что плитка без теплого пола это ужас. И заливку полу в комнатах, чтобы у вас не было порогов. Итого 123 тысячи рублей. При этом, посмотрите, обычно в санузлах, вот я нарисовал пол, уже застройщика идет ниже, чем в коридоре. Если застройщик сделал в один уровень, то абсолютно не проблема. Этот пол в санузлах, небольшая площадь, зачистным диском с болгаркой, там на 5-6 миллиметров срезать. Тогда, когда у вас пол ниже, у вас теплый пол, который вы будете делать в санузлах, уйдет слой стяжки. Вы его уложили, залили. И далее, когда вы укладываете плитку и ламинат на одну ровную поверхность, плитка с клеем у вас выходит 14-15 миллиметров. А ламинат, если там самый тонкий 9 миллиметров, и к нему подложка 3 миллиметра 12. Если нормальный ламинат 12 миллиметров, и к нему подложка 3-15. По сути, ламинат и плитка у вас могут выйти в один уровень. И вам не придется заливать всю квартиру финишным равнителем. Вот эти комнаты... Сейчас покажу. Так, не туда вошел. То есть, когда вы уложили плитку только в этих помещениях, вам не придется все остальные, при условии, что у вас ровная стяжка, заливать помещение финишным равнителем. Здесь вы уложили все с теплым полом. И далее вы можете смело укладывать ламинат. И, если особенно купите 12-миллиметровый, надежный, хороший, влагостойкий ламинат, он под один уровень станет с плиткой. Да, есть минусы в том, что у вас будет ламинат на кухне и в коридоре. Но, если вы будете ламинат укладывать не единым контуром по всей квартире, об этом я уже снимал отдельный ролик, потому что там вы еще 90 тысяч сэкономите. А если вы ламинат будете укладывать по помещениям отдельно, и представить, что хороший ламинат у вас через 8 лет, спальня будет еще идеальнее, а на кухне и в коридоре износится, вы очень легко его через 8 лет замените. И сейчас эти 123 тысячи вы не потратите. Поэтому мы просто делаем, например, ламинат в коридоре направления параллельно пешей нагрузки, а здесь параллельно окно. Здесь ставим Т-образный алюминиевый порожек, который не цепляется. Ламинат все лежит в одном уровне, возможно, еще и финишным равнителем не придется заливать. Также отдельно в комнатах ставим эти порожки. На ламината не надо будет покупать с 20% запасом, работы тоже будут дешевле. И вы сэкономите на едином контуре 1090, потому что не надо будет ничего заливать. И 123 тысячи вы сэкономите, если не будете укладывать плитку в кухне и в коридоре. Поэтому идеальный вариант сейчас ремонта квартиры, когда вы делаете плитку в санузлах с теплым полом, в гардеробной, может быть, на лоджии с теплым полом, если ее утепляете, всю остальную квартиру укладываете хорошим 12-мм ламинатом. При этом не единым контуром, а через переходной порожек в каждую комнату, чтобы потом у вас была возможность по помещениям отдельно этот ламинат через 5-7-8 лет менять. Потому что надо понимать, что в коридоре он испортится гораздо быстрее, чем в спальне, потому что здесь вода и количество шагов здесь будет гораздо больше. Вот такие вот полезные советы. И только за два ролика я вам сэкономил 123 плюс 90, это уже 210 тысяч рублей. Поэтому обязательно перейдите сейчас на блог и посмотрите предыдущий ролик, где я рассказываю, сколько можно сэкономить, сделав ламинат по помещениям отдельно с порожками, нежели делать его единым контуром. Если вам эти ролики полезны, срочно пишите в комментариях, о чем вам еще, о каком этапе рассказать. Ведь на каждом этапе есть такие секреты, которые будут вам экономить сотни тысяч рублей.